Всем привет! С вами Натали и сегодняшнее видео будет о моих последних покупках в Фикс Прайс. Новый год уже буквально наступает нам на пятки и естественно я смехнула, что вот прям 100% в Фикс Прайс что-то есть для Нового Года. И я конечно что пошла и конечно же там нашла, но я купила не только для Нового Года, здесь есть несколько вещичек и для дома. Так что хозяйственным девушкам здесь кое-что пригодится или они возьмут возможно просто на заметку. Ну и если вам интересно посмотреть, что же я купила, то оставайтесь со мной. Вот мой пакетик, я кстати все время беру вот такие небольшие, потому что эти маечки, мне их вообще не хватает, когда я ходу с Фикс Прайс. Начнем наверное с новогодней тематики. Итак, первое что я вам покажу это шарики на елочку. Они маленького размера, подойдут для маленькой елочки, хотя в принципе можно или большой, какая разница. У меня набор розовых и набор серебряных. Что что мне понравилось в этих шариках, то что здесь три типа. То есть есть глянцевые такие как будто зеркальные, есть покрытые полностью брестками, правда такие шуршавенькие. И есть матовые. Следующее, что я вам хочу показать, что я купила в Фикс Прайс. Во-первых, скажем, что я давно это хотела. Ну точнее, не то что давно, это напоминает мне о детстве. И сейчас почему-то очень сложно носить такие вещички в магазине. Это адвент календари. Вот, у меня один распакованный и один еще не распакованный. Объясняет всем, кто не знает, в чем они заключаются. Мне кажется, что знают просто все. Знают все. В общем-то, здесь на самом деле это вот картинка. И в картинке есть такие дверцы с номером. Номер это день. То есть там 1 декабря, 2 декабря. И каждый день вы открываете это окошечко. То есть я вот так продавливаю это окошечко. Оп, открываю. И что я здесь вижу? Здесь репетка, шоколадная котлетка. Так, в форме кого? Не пойму, какой-то кролик. В общем, что хочу сказать, то что очень классная подарочная штучка. Ну и вообще, мне лично прям согревает эта вещица душу. И хочу заметить, что шоколад здесь очень даже вкусный. Это такая фирма, Экстон Барон называется. За день можно это подписать. Следующее, что я приобрела, была декорация новогодней снежинки. Они выполнены, по-моему, из плотного такого фетра. И у них вязали наклейки, то есть чтобы пришпандорить их к окошку. Я приклеиваю их на окно буквально, наверное, вот сегодня-завтра. Потому что нужно было снять, показать. В общем, мне кажется, для ваших окошек очень классная вещичка. И вот я решила, в общем, так украсить. Следующая купленная мною вещь, это декорация настольная елочка. Давайте я ее распакую, чтобы вы имели представление, что это. Потому что, может быть, кто-то не понял. Смотрите, в общем, здесь идут в наборе две части елочки. Они вставляются вот так. В общем, как я делала видео DIY, как я сама там делала. Вот так они вставляются. И мы видим, в общем, в нашей елочке дырочки. И для этих дырочек есть бумпончики. Ну, точнее, бубенчики. Бубенчики. Господи. В общем, бубенчики вы вешаете по елочке. И все у вас прям круто, зашибись, гремучая елка. Я обязательно это сделаю. Буквально тоже, наверное, сегодня-завтра. Так что меня привлекла вот эта штучка для украшения, кстати, именно какого-то небольшого столика. Около ноутбука поставить. Очень прелестная вещичка. Итак, следующее, что я купила, это была наклейка с Новым годом. Здесь просто набор букв мягких и посыпанных блестками. С Новым годом, естественно. То есть, так приклеивайтесь. С Новым годом. У меня была идея приклеить это где-то на карниз, над окошком. Либо просто на окно, но не на стекло, а вот на пластик. Вот так вот. То есть, вряд ли. Пока что не знаю, так и не придумала. А может быть, просто на дверь входную. Ну, в смысле, не в подъезде, а комнатную. Цвета были разные, я предпочла вот фиолетовый розовый. Следующая вещь, это металлическая декоративная елка. У меня она синего цвета. Давайте с вами тоже ее распакуем. Люблю я всякую педню собирать. Вот у нас наша елочка. Подождите, сейчас я с ней уберу. Тут промышления китайцев какие-то остались. Очень красивая. От клея тянется. Все, все, убрала. Вот такая синяя красивая елочка. Она состоит, знаете, какая-то мишура плотная. В общем, симпатично очень смотрится. Все это приклеено на каркас. И такая вот засыпена блестками звезда. А что хочу сказать, то, что такая елочка тоже подойдет людям. Знаете, есть категория людей, которые не хотят запариваться. Там наряжать елку, тут что-то вот мельтешить, мельтешить, занимать место в доме. Некоторые говорят, да зачем им все это нужно? Но с другой точки зрения, они все-таки хотят Нового года, им хочется, ощущение праздника. Я думаю, что вот это для них. Вот это для них. Так сказать, слушай, чувак, ты не хочешь ставить дома елку? Ладно, на тебе вот такую. Вот поставь ее куда-нибудь. И у тебя Новый год будет хотя бы вот с этой елкой. Поэтому да. Еще у меня вот такая елка есть. У меня, кстати, уже две елки в зале стоит. У меня теперь две елки вот здесь. Я вообще какая-то елочная мадам. Я очень люблю раз в Новый год. Я не могу угомониться. Мне нужно все. Мне нужны все елки, которые я только увидела, которые я только полюбила, на которые только мне хватило денег. Я должна быть вся в елках. Просто вся в елках. А, кстати, следующее, что я купила, это вообще на самом деле еда. Она вроде тут не к месту. Ну ладно, я вам покажу. В общем, нашла маршмеллоу. Вот такие. Вандамы называются. Они розовый, белый, очень симпатичный на вид. И, знаете, такие мягенькие, мягенькие. Обязательно сегодня сделаю с ними какао. Ставьте пальчики вверх, кто любит маршмеллоу. Я уверена, что вас здесь очень много. Ну, я уверена, что сейчас найдут люди, которые... А вот и нет, а вот и нет. А я-то вот не люблю. И такие... И все. А следующее, что я купила, это тоже новогодняя вещь. Называется она гирлянда. Новогодняя снежинка. В общем, это фиолетовые снежинки. Они такие глянцевые, блестящие. Я считаю, что, да, можно им украшать елку. Но также можно вешать и какие-то переходы мебели где-то там, полочки. Или просто разложить красиво. Следующая тема снова новогодняя. По-моему, цветы это последняя, что новогодняя у меня здесь есть. Из моих покупок. Так, сейчас я все раздеру. В общем, вот такие два. Елочка у нас лесная. И белый мишка. Он у нас в колпачке. И с теплым шарфиком. По-моему, мишка просто невозможный, с темынейший. И также подсвечник. Кто говорит подсвечник, кто подсвечник. В общем, давайте не будем ссориться перед домом. Это года. Милый домик в деревне, я не знаю. Или это домик Санта-Клауса. Это уже у кого какая фантазия и кто как считает. Тема нового года у меня в покупке закончилась. Но я считаю, что цена достаточно. Все купила. Следующая тема это канцелярия. Купила я вот такой... Как это назвать? Это не блокно. В общем, отопривные листочки сделаны в винтажном стиле. Видите, здесь велосипедник нарисован. А здесь какая-то горная местность такая. Что понравилось, то, что листочки, смотрите, двусторонние. То, что здесь достаточно много. Они имеют не белый цвет, а именно вот желтый такой ретро стиль. И они здесь на липучке. Купила их как различные заметчики. Какие-то писать себе, да, там что-то вроде не забыть. Также купила их для писем. Потому что мне кашлят писем очень тоже мило. Если брать несколько таких реток, стебель его скреплять. И это такое маленькое письмешко. Очень симпатично. Следующая купленная мной в отделе канцелярии вещь. Это вот такой блок для записи. Сейчас я его открою. И он у меня с котиком. Хочу сказать, что там есть с тигриком, есть с котиком. И тигрик, и котик, это и тот, и другой котик. Но я бы была котика-котика, а не котика-тигрика. И смотрите, здесь просто лежит белая бумага. Причем довольно такая, я вам скажу, внушающая стопка хорошая. И идет карандаш. И крепеж от карандаша уже у меня отклеивается. Китайцы, спасибо вам большое. Ладно. В общем, вы схему поняли. Пользование просто на столик. Так, кладете что-то, записали, бац, наставили, записали. И милый котик-котик или котик-тигрик вас радует. Следующее, что я купила, это бьюти-темка. Это гель для душа восточной сладости. Магия Востока. Имеет, знаете, очень приятный аромат. Вообще написано, что здесь рахат лукум. Запах. Я не знаю, я не спец по рахат лукумам там, но пахнет действительно сладко и пряно. Я ела рахат лукум несколько раз в своей жизни, но я не помню, чтобы он пах вот так. Но запах очень приятный. Знаете, что понравилось? То, что он не резкий, не слишком такой вот ядреный, что ты понюхаешь и прям ядрит, ядрит ты батон, а ядрит батон. А здесь мне нежненький, такой не приставучий, не надоедающий, очень классный. Ну и осталось немножко не так много. Здесь у меня осталась рамочка, она мятного цвета. Такая вся резная, расписная. Она пластиковая, да. Я думаю, что она какая-то недолговечная, там это понятное дело, но то, что симпатично она смотрится, это неоспоримый просто факт. Последние две вещи у меня для золушек. Для девушек, которые очень домовитые, хозяйственные, чистоплотные и так далее. Я надеюсь, что у вас таких здесь много. Я надеюсь. В общем, как бы это ни странно было показывать, но я уверена, что у меня все-таки есть зрители, которые моего возраста и примерно его возраста, даже старше. Я знаю, что такие есть, хоть их и меньше. Это насадка для швабры. Кстати, я купила новую швабру и захотела ее, знаете, с такими насадками. Там была какая-то из других, в общем, волокон, а я купила более мягкую. Смотрите, вот так вот ее надеть, как паричок. Очень приятная вот эта дворсистость. Я думаю, что будет хорошо впитывать она вот эту грязь, воду и вообще ей будет очень классно убираться. Поэтому смейтесь, не смейтесь. Что я тут показала вам, насадку для швабры. Ой, вот как бы вы со мной не спорили, вещь самому нужная. Ну и последняя вещь, это тоже для уборки, а именно набор щеток универсальный. Смотрите, здесь идет вот такая вот большая, в форме у тебя как будто. Маленькая подлазить с длинной рукояточкой. И такая, которая удобно брать в руки. Маленькая, маленькая, маленькая такая. Щетинки довольно жесткие, а это обозначает, что круто будет отдирать всю грязь. Почему я купила? Мы вообще пользуемся лаком для волос. И нас насаживается прямо везде, на пол в том числе. И вот с пола скребать вот такими щетками будет очень здорово. Ну, вроде бы я вам все рассказала и все показала, что я купила. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поддержите меня большим пальчиком вверх, пишите свои комментарии. Возможно, у вас остались какие-то вопросы, пишите мне их обязательно. Я постараюсь ответить на любой вопрос. Также подписывайтесь на канал моих влогов, ссылочку вы найдете в описании этого видео. Если вам интересно, то следите за моей жизнью. Ну и приглашаю всех в свой инстаграм. Там я написана как Elmafeo. Вкладываю всякие штучки жизни там. В общем, там все круто. Ну и на этом я с вами буду прощаться. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!